это пульс дня по скрипту мы продолжаем выпуск ко мне присоединяется писатель историк семён резник семён здравствуйте добрый день рад всегда с вами поговорить ну вот российский президент сказал о том что на содержание компании вагнера за год с мая 2022 до мая этого года выплачено восемьдесят шесть миллиардов двести шестьдесят два миллиона рублей сейчас очень многие пытаются знаете прийти ну вот в себя после оглашения этих цифр потому что как оказалось некоторые регионы россии даже не имеют такого бюджета годового не то что какая-то частная военная компания как вы считаете как вообще так получилось то собственно что доросли до таких цифр а в итоге сейчас эту компанию отправляют в беларусь за якобы ненадобностью ну собственно говоря размер этих этих сумм конечно он астрономический но не это главное главное состоит в том что по версии того же путина эта самая компания компания или группа вагнер является частным предприятием который государства российской никакого отношения не имеет так он заявлялась все время считалось и когда вагнер на орудовал где-то быть в африке или в сирии или еще где-то это значит цветалось нормой когда вагнер присоединился то есть не присоединился как бы не стал рядом с российской армии в войне с украиной это тоже считалось нормальным но вот когда вагнер так сказать пошел повернул свои силы на москву и двинулся на как он говорит не против у путина а только против значит руководство министерства обороны не больше не меньше шайгу герасимова и других то тут оказалось что вагнер такой секой это бы этот самый значит такая организация мы ее ей даем огромные деньги мы ее содержим мы ее значит всячески песта она вот так нехорошо себя против нас повела понимаете кто-то у путина как говорится как всегда концы с концами не сходится но так очевидно это не схождение концов с концами но в общем надо поискать чтобы их наверное найти интересно знаете как это работает вообще потому что когда мы говорим какая-то частная военная компания подразумевается что эта компания использует какие-то частные деньги и покупает оружие тоже на эти частные деньги тоже у каких-то сторонних частных компаний получается что в российском варианте это выглядело по-другому государство платило чвк вагнер и государство при этом давало же вооружение которого опять же не хватало и чвк вагнер боролась за то чтобы им дали больше ну как говорил пригожин что им не хватало оружия дайте нам больше правильно ну да но эти эти все заявления пригожина это тоже так сказать понимаете попытка оправдать то что все что он там воевал в этом пахмуте и так далее и думал вот вот он вот покажет как надо воевать с этой украины вот эти так сказать регулярные армии плохо мы вот покажем он там провалился и стал валить все на то что ему не дает оружие что ему не дает того что ему не дают сего и в результате вот все это получилось это сказать такой очень яркий я бы сказал темпераментный дымагог который за словом в карман не полезет и всегда скажет нужный момент то что ему в данный момент нужно но на самом деле все это вместе показывает насколько гнилая система вообще российского руководства насколько она так сказать насколько там не то что правая рука не знает что делает левая просто они совершенно не действует непонятно как и путин руководит всем этим тоже из своего какого-то там бункера совершенно не понимая не знаю что происходит вернее я думаю что он прекрасно знает что происходит но он все время ждет что люди которые мы он как говорится руководит его подведут его и и выступят против него что и получилось в этой истории с пригожиным он оказался первым который так вот активно ярко и так сказать серьезно попер на путина хотя он путина не называет он говорит что только на на шайгу на кто поставил же говорит правительство даже все смешно значит он попер на специальную власть в последний момент значит он развернулся это все очень странные непонятные финты но в в такой системе власти понимаете когда нет обратной связи когда нет свободы слова когда нет так сказать когда начальнику говорят то что он хочет слушать а не то что подчиненный знает а самого подчиненному еще ему неправильно доложили и его подчиненные потому что они опять хотели понимаете возникает такая лестница полного лестница власти в как которая оборачивает полное безвластие в анархию и вот это то что сейчас мы обнаружилось обнажилось в какой степени какой меры так сказать последует сможет ли путин как-то все это все это организовать или не сможет но это подложит время семён как вы считаете это этот бунт пригожинский войдет в историю я имею ввиду в учебнике истории если да то под каким соусом и что на это может повлиять но вы знаете есть такое выражение мятеж не может быть и на и удачен противном случае он называется иначе вот этот мятеж вагнера который провалился он конечно войдет в историю как многие другие мятежи которые вот я кстати видел одну интересную публикацию где перечисляются мятеж который был скажем в феврале 1917 года когда группа военных так сказать этих самых военных действий свергла заставила отречься царя батюшку но это поскольку этот был был мятеж удачный то он уже называется не мятеж а февральской революции самом деле это был мятеж то же самое произошло через несколько месяцев в октябре того же года этот так сказать на ленинский на переворот был так сказать удачен для большевиков поэтому это не мятеж и октябрьская революция а вот корнилов выступлением в августе до октября который провалилась это мятеж генерала корнилово понимаете так что это вот один из таких мятежей которых русской истории было много так сказать к сожалению понимаете восстание декабристов можно назвать мятежом потому что провалилась убийство петра третьего и воцарение екатерины во втором мужа когда когда они убили это значит не был мятеж это был государственный переворот очень удачный петра третьего обвинили в миллионах всяких грехов и до сих пор история в этом не разобралась потому что все что о нем рассказывали следует из чего из воспоминаний дневников самой екатерины второй которая в серверу убила своего мужа и и так далее тоже потом произошел с павлом первым российская история это история мятежей восторжествовавших и поэтому переставших называться мятежами и и мятежей которые были подавлены поэтому они так и остались мятежами семён еще один вопрос к вам как вы считаете вот на протяжении уже нескольких дней после этого бунта мятежа как как угодно российские власти продолжают рассказывать и говорить об этом и президент встречается и с военными сначала и сегодня с работниками пропагандистских телеканалов лукашенко встречается тоже с военными рассказывает как это было переговоры скажите мне почему на ваш взгляд власти россии никак не могут перестать говорить об этом ну казалось бы бунт прошел закончен никакой угрозы больше нет все это было выходные люди казалось бы уже стали забывать об этом можно было повернуть информационную повестку в другое русло но власти почему-то этого не делают как вы считаете почему нет это это эта проблема далеко еще не исчерпан понимаете потому что это был какой-то быть почему при боже вдруг повернул назад мы точной причины не знаем но мы знаем что были его так сказать переговоры сначала путин заявил что это страшное преступление все они будут наказаны и воды на подсуд и так далее так далее а потом значит сказал что вот он 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 повернул и все и путин выступил с речью которую он сказал что вот эти мятежники которые были вместе с пригожиным он дал четко понять что их преследовать не будут вот они могут подписать контракт с армией они могут уйти в беларуси они могут просто разойдясь по домам их нибудь потому что они видите ли были обмануты вот этим самым пригожим на сам пригожин он тоже таскать он тут он говорят сон беларуси там еще какие-то делает заявления так что это все не это не ушло в прошлое это очень серьезная вещь который продолжается ведь она еще идет на фоне войны которую пользу путина его армия шойгу которые они таскать медленно верно проигрывают они двинулись на украину чтобы в три дня ее захватить длится уже полтора года это и украинцы переходят в контрнаступление там и здесь им это обходится очень дорого людскими потерями материальными потерями и всем остальным но россии это обходится с точки зрения таскать ее имиджа с точки зрения ее положение на мировой сцене я обходится в десятки раз дороже и вот на этом фоне происходит вот этот вот этот поход с фронта сняли в части ушли с фронта самовольно и двинулись не куда-нибудь а на москву шутка сказать какая вещь и их сурдом удалось так сказать вообще договориться с ними понимаете это это удивительная вообще вся ситуация которая ну с моей точки зрения просто она говорит о том что система настолько прогнила но мы это не видели а теперь вот эта гниль вся обнаружилась семён спасибо большое вам за то что нашли время присоединились к нашей программе ответили на вопросы это был писатель и историк семён резник спасибо вам спасибо и на этом у меня все увидимся с вами завтра в программе пульс дня я желаю вам всего доброго и до свидания